здравствуйте уважаемые зрители эта программа мужская компания и я ведущий город вячеслав сегодня мы поговорим о не арестовом запрете для башкирии для того чтобы разобраться в этом вопросе я сходил на сайт минсельхоза россии и нашел там приказ минсельхоза россии от 18 числа 11 месяца 2014 года за номером 453 хочу напомнить что этот приказ действует до сих пор но только с поправками 2016 года пришлось поразбираться в этом приказе так и все-таки об утверждении правил рыболовства для волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна зарегистрировано в минюсте россии 8 12 14 за номером 35000 097 значит редакция от 1904 16 за номером 153 хочу напомнить что башкортостан республика у нас относится к волжско-каспийскому рыбохозяйственному бассейну именно там я нашел такую информацию в пункте номер 30.1 водные объекты рыбохозяйственного значения республики башкортостан пункт 31 1 запретные для добычи вылова водных биоресурсов районы озера банная южная уленды нугушское водохранилище река белая от елдузовского водозабора и лышевского района до административной границы деревни ангосяк дюртюлинский район от административной границы села красный яр уфимского района до соленой горы уфимский район теперь пункт 31 2 запретные сроки периоды добычи вылова водных биоресурсов замечу что уже под редакции 2016 году и так с 1 мая почти по 10 июня повсеместно и в павловском водохранилище с распаление льда по 10 июня всеми орудиями добычи вылова за исключением одной поплывочной удочки или удочки с берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи вылова у одного гражданина вне мест нереста указанных в приложении номер 6 к правилам рыболовства перечень нерестовых участков расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения воска каспийского рыбохозяйственного бассейна значит вне нерестовых участков которые написаны в приложении номер 6 приложение 6 я зачитывать не буду оно очень большое поэтому вы можете спокойно зайти на сайт минсельхоза и его прочитать именно потому что у каждого рыболова есть свои любимые места или места куда он чаще всего ездит и там он посмотрит относятся ли к его любимыми местах к нерестовым участкам но замечу что с 10 мая по 10 июня повсеместно и на павловском водохранилище с распыления льда по 10 июня можно ловить фидером или поплавочкой с двумя крючками на одного гражданина что в принципе очень хорошо теперь продолжаю с октября по с 1 октября по 1 мая на зимовальных ямах указанных в приложении номер 5 к правилам рыболовства перечень зимовальных ям расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна опять же это под редакции ввели такой пункт значит зимовальные ямы приложение номер пять то есть тоже пожалуйста на сайт минсельхоза читайте приложение номер пять там написаны все зимовальные ямы дальше идем пункт 31 3 запретные для добычи вылова виды водных биоресурсов осетр русский кунжа форель пресноводная жилая форма таймень хариус повсеместно то есть башкирии хариуса ловить нельзя стерлядь в бассейне реки урал здесь все понятно итак пункт 31 4 минимальный размер добываемых вылавливаемых водных биоресурсов промысловый размер запрещается при осуществлении рыболовство производить добычу вылов приемку обработку перегрузку транспортировку хранения выгрузку водных биоресурсов имеющих свежем виде длину в сантиметрах в указанной таблице номер три она кстати тоже уже отредактирована в шестнадцатом году поэтому зачитываем стерлядь 42 сантиметра жерех 40 сантиметров судак 40 сантиметров лещ 28 вот здесь вот 28 было отредактировано щука 32 сантиметра сон пресноводный 90 сантиметров сазан 40 сантиметров рак 10 сантиметров то есть маленьких раков ловить нельзя промысловый размер водных биоресурсов определяется свежем виде то есть мы уже знаем как определяется но еще раз зачитаем у рыб путем измерения длины от вершины рыла при закрытом рте до основания средних лучей хвостового плавника у осетровых рыб от вершины рыла до наиболее глубокой части выемки хвостового плавника вот у рука у ракообразных путем измерения тела от линии соединяющий середину глаз до окончания хвостовых пластин добытые выловленные водные биоресурсы имеющие длину менее указаны в таблице 3 подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями все и так делаем выводы в башкирии в нерестовый нерестовый запрет ловить можно на два крючка на фидер или на поплавочку спиннингом ловить нельзя сроки здесь тоже указаны поэтому будем соблюдать закон и не будем браконьерить все вопросы комментарии или что-то какие-то недочеты пожалуйста пишите в комментариях с удовольствием найдем ответим с вами был Егоров Вячеслав встретимся на рыбалке